Привет, друзья! Вот и до меня добралось новогоднее настроение, поэтому готова поделиться с тем, как я украсила свой дом. Традиционно мы начинаем наряжать елку уже в начале декабря и готовиться к этому празднику именно тогда. Но в этом году как-то не сложилось, поэтому вот только сейчас до всего этого дошли руки. Как и многие, я очень люблю заниматься украшением своего дома к Новому году. Этот венок я тоже сделала своими руками, поэтому он меня сейчас очень радует. Мы очень много времени проводим на кухне, поэтому обязательно этому месту нужно придать особое новогоднее настроение. Над мойкой я решила разместить несколько ветвей с шишками, дальше домик из фикс-прайса буквально за копейки купленный и несколько светодиодных свечей. На столе я собрала вот такую композицию. Это ветки, купленные в магазине фикс-прайс, живая елочка и небольшая гирлянда, купленная тысячу лет назад в Икее. Не знаю, есть ли она сейчас в основной коллекции. Под елку насыплю каких-нибудь пусинок, я думаю, что будет вполне себе хорошо. И обязательно хочу поменять скатерть, потому что это совсем не подходит. Вообще, подобные светильники, проставленные по всевозможным местам в доме, добавляют уюта, поэтому очень рекомендую. А сейчас я покажу, какими незамысловатыми способами можно превратить обычную хрустальную вазу в новогодний ночник. Для этого нам понадобится небольшая светодиодная гирлянда, работающая от батареек, и любой наполнитель. Это может быть дождик, это может быть искусственный какой-то снег, это могут быть вот такие вот бусы, как в данном случае у меня. И вам нужна ваза. Любая ваза у меня вот в данной ситуации такая. Просто берем вот эту вот штучку, закладываем на дно, так, чтобы мы могли это включить. Сюда добавляем гусы, так, чтобы они со всех сторон прикрывали сам вот этот вот переключатель. Вот так вот это выглядит. Дальше опускаем в светодиодики, включаем, нащупываем эту кнопочку, включаем и получаем вот такую красоту. Сейчас еще не очень пасмурно, к вечеру я вам покажу, как это будет выглядеть в темноте. Смотрите, как все переливается. У меня это хрустальная ваза, поэтому как бы может быть вот бликов больше, но и в стекле оно смотрится прекрасно, так же красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...